Ну что ж, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, мы продолжаем нашу учёбу, и сейчас у нас будет вопрос по списку, вопрос номер 46, который очень важен для духовной жизни, потому что он звучит следующим образом. «Перечислите шесть видов деятельности, пагубно отражающиеся на преданном служении». Вот так. То есть для того, чтобы двигаться по духовному пути, надо иметь полную картину, а полная картина это означает не только понимать, как происходит движение вперёд, но и также каким образом оно возможно назад, то есть из-за чего оно может произойти назад. Вот это называется полная картина. Если она есть у человека, тогда гораздо больше шансов, что у него будет хорошо получаться двигаться по духовному пути. Ответ на этот вопрос содержится во втором тексте «Нектара наставлений». «Нектар наставлений» или «Шриупа Дышамри» — это написанное Шрилой Рупой Гасвами. И также в Багаватам есть несколько комментариев, которые этот момент раскрывают с некоторыми деталями. Мы это тоже сейчас посмотрим, почитаем. И, ну, важно, важно понимать такие вещи. Конечно, важно. Слышно, Харьи Гришна, как поют. Слышно. Вот теперь слышно. Слышно, да? Ну, хорошо. Но, увы, всё равно более ярко. А, ну, это потому что вот у меня микрофончик, потому что здесь есть. Да, 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 понятно, понятно. Всё равно здорово. Вот в чём секрет заключается. Шесть видов деятельности, пагубно отражающихся на преданном служении. Итак, шесть. И каждый из них имеет своё название на санскрите. Своё название на санскрите. То есть мы немножечко сегодня пополним свой лексикон санскритских кришнаитских терминов. И каждый из них имеет свой смысл, своё значение. Причём одно вытекает из другого. То есть точно так же, как развитие в сознании Кришны происходит поэтапно. Есть девять стадий от Шрадхи до Премы. Точно так же и деградация тоже имеет свои, ну, как бы, стадии или шаги. И тоже одно вытекает из другого. И, как бы, можно даже сказать, одно подталкивает к следующему. Подталкивает к следующему. Сегодня будем об этом говорить. Основной источник это нектарноставлений. Или Шрилба де Шамрита. Шрилу Рупы Гасвами. Второй текст. То есть вообще это изучают на Бактишастрах. Но это ничего страшного, что мы изучаем это сейчас. Потому что Шрилу Рупы Гасвами в предисловии к нектару наставлений пишет о том, что эта книга у Падышамрита нектарноставлений Шрилу Рупы Гасвами предназначена для неофитов. То есть, несмотря на то, что она входит в учебную программу под названием Бактишастри, а Бактишастри привязаны, являются обязательным условием для получения второго посвящения в Искон, и из этого люди делают вывод, что, соответственно, то, что изучают на Бактишастрах, это все такое очень возвышенное, трансцендентное, и мне до этого далеко. Но, тем не менее, сама по себе эта учебная программа включает в себя как раз-таки, наоборот, основополагающие вещи, касающиеся духовной жизни. Вот буквально вчера Вайшеша Капрабу. Вайшеша Капрабу – это преданный из Америки ученик Шрилы Рупады. Ученик Шрилы Рупады, преданный из Америки, инициирующий гуру Искон, автор книги про Санкиртану, которая называется «Наш семейный бизнес», то есть Санкиртан и распространение книг – это «Наш семейный бизнес» в Искон, то есть «Общее наше дело», «Общее дело». Так вот, там происходила инициация на Гавардхане вчера, и он что делал, точнее, что там было? Там был один такой Бхакта Брамачарь, который получал первое посвящение у него, первое, и при этом он уже прошел Бхакти-Шастри и Бхакти-Вайбаву. Бхакти-Шастри и Бхакти-Вайбаву. То есть, тут нет прямой завязки одного на другое. Если человек хочет изучать, и может изучать, и имеет склонность изучать, то это не имеет прямого отношения к инициациям, к духовным посвящениям. Вот, к сожалению, есть такая тенденция думать, что поскольку образование является условием для получения посвящения, то, следовательно, и образовываться мы будем только тогда, когда решим, что нам нужно посвящение. Либо первое, либо второе. Но образовываться бывает полезно всегда, потому что образование – это не что иное, как мы, когда меняем свое сознание, мы его преобразовываем благодаря получаемому знанию и попыткам применить его на практике. Оно трансформируется в сознание. И если качество этого сознания повышается, то и качество жизни повышается. То есть, от сознания зависит качество жизни. Поэтому надо увидеть в этом свой личный интерес, свой личный интерес и интерес, как лучше Кришне служить и преданным служением заниматься, а не так, что это некое формальное требование на получение инициации, будь то первая или вторая. И, кстати, то же самое касается наших встреч. Я тоже, несмотря на то, что это называется вопрос на получение первой инициации, тем не менее, все равно полезно, в принципе, безотносительно, безотносительно этих всех инициаций, это все обсуждать, потому что это помогает духовной жизни, вот это вот повышение осознанности в духовной жизни. Итак, еще раз, нектар наставлений, второй текст, мы здесь разбираем шесть вещей, которые неблагоприятны для Бакти, и каждая из них обозначается определенным санскритским термином. Мы сегодня расширим свой санскритский лексикон и также попытаемся понять, что какое слово означает. Вот, Матаджи Людмилы, у вас включился микрофон. Перевод. Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Но прежде чем говорить о том, что пагубно отражаются, мы должны с вами обратить внимание на то, что вот если мы посмотрим сам санскритский текст, то здесь используется слово Винашиэти. И Винашиэти означает не пагубно отражаются, а уничтожаются. То есть, литературный перевод немножко сглаживает значение. Не то чтобы пагубно отражаются, не то чтобы чуть-чуть как-то негативно влияет, а именно Винашиэти уничтожается. Если мы скажем Нашиэти без Ви, Нашиэти это уже будет означать уничтожается. Ви это усилительная приставка в санскрите, то есть, это означает уничтожается под корень, полностью уничтожается. Бхакти, преданное служение. То есть, что означает уничтожается преданное служение? Это означает уничтожается или искореняется бхакти-лата. А на практике это означает, что человеку преданное служение становится неинтересно. И он им не занимается. То есть, мы разбираем сегодня так называемый путь деградации в сторону от духовной жизни. Это, кстати, к вопросу о том, преданные задают время от времени, вопрос, почему люди уходят из искон, почему они оставляют преданное служение и так далее, и так далее. Вот, отвечать на этот вопрос можно по-всякому. Кто-то говорит, вот Вайшнава Парадхи, кто-то говорит еще что-то. Много можно разных вариантов посредством мозгового штурма накидать, почему люди могут уйти. Потому что, в конце концов, у каждого свои индивидуальные отношения с Кришной. И точно так же, как под воздействием духовно сильной личности, духовного учителя, мы можем получить это вдохновение, повернуться, повернуть свое лицо в сторону Кришны и начать делать свои шаги назад навстречу Ему, точно так же, в силу тех или иных причин, человек может решить, либо решимости ему не хватает, либо еще что-то решить, что на эту жизнь этих усилий мне достаточно. Этих усилий мне достаточно на эту жизнь. В общем, у каждого, конечно, в этом смысле своя история. Но текст, который мы сейчас разбираем, описывает определенные внутренние процессы, которые уводят человека в сторону от сознания Кришны. То есть, это некая общая канва. Она описывается в этом втором стихе «Нектара наставления». Это некая общая канва отхода. А вот детали, они могут быть у каждого свои, потому что это сугубо индивидуально. Есть Кришна, есть живое существо, и между ними, у Кришны с каждым живым существом индивидуальные, уникальные, неповторимые отношения. Неповторимые отношения. То есть, ничего удивительного нет в том, что мы в глубине себя, в глубине сердца своего. У нас есть это ощущение, что мы уникальные. Уникальные. И не дай Бог, кто-нибудь нам скажет из окружающих, что это не так. Мы почувствуем, что нас задели. Это действительно так, в том смысле, что действительно у каждого с Господом своё уникальное отношение. Но сейчас пока эти отношения ещё восстанавливать и восстанавливать, поэтому мы пытаемся практиковать бхакти-йогу на уровне регулируемой практики. Итак, шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек. Первый пункт. Ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо. Второй пункт. Прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Третий. Без особой необходимости ведёт разговоры на мирские темы. Четвёртый. Выполняет правила и предписания шастер только ради следования им, а не во имя духовного развития. Или не выполняет никаких правил и предписаний, а действует независимо, как ему заблагорассудится. Пятый пункт. Общается с людьми мирского склада, которым неинтересно сознание Кришны. Шестой пункт. Жаждет мирских успехов. Ну и, соответственно, это всё обозначается такими санскритскими терминами, как можете на экране это увидеть. Также у вас наверняка есть в домашней библиотеке Нектар наставлений книга. А если нет, рекомендую купить. И пусть будет. И пусть освещает жилище Нектар наставлений. И у Нектара наставлений, у этой книги, есть большое преимущество, которое Нитай Читания Махарадж отмечал преимущество Нектара наставлений, заключается в том, что эта книга маленькая. Маленькая книга. Вот преимущество такое у неё. Атьяхара, Праяса, Праджалпа, Нияма Граха, Джана Санга и Лаулия. Из этого всего, конечно же, мы слово Праджалпа знаем, а остальное мы сейчас попробуем обсудить. Бхакти Нода Такур написал книгу, называется Бхакти Лока, и в этой книге он очень подробно разбирает вот этот второй текст Нектара наставлений, а также третий, который мы будем разбирать в следующий понедельник. То есть, что для Бхакти благоприятно, что неблагоприятно, и по каждому из этих пунктов. Здесь шесть пунктов, которые неблагоприятны, по каждому из них подробный разбор. Какие существуют, например, виды Праджалпа. Он перечисляет порядка восьми разновидностей Праджалпа. То есть, это целая наука. Можно много всего полезного извлечь из этой книги. Я ее пришлю в учебный чат. Вот так. Если вы захотите. А я вижу, что вы хотите. Харе Кришна. Значит, теперь между этими, эти шесть шагов, они вытекают. То есть, из одного вытекает другой. Это описывается в одном из комментариев к Бхагаватам. Это текст 4, 26, 13. 4, 26, 13. Так, 4, 26, 13. Царь Пуранжана. История про царя Пуранжану. Немножко пролистнем. Пролистаем. Вот. Пояснение. Вот последний абзац комментария к 4, 26, 12. Объясняется, как из одного от друга вытекает. Преданный неофит не должен слишком много есть или накапливать денег больше, чем необходимо. Переедание или накопительство называется атьяхара. Ради атьяхары человеку приходится трудиться, не покладая рук. Это называется прояса. То есть, такая связка. То есть, сначала атьяхара. То есть, человеку хочется больше. Ахара. Ахара означает потребление. То есть, потребление внутрь себя или потребление вокруг себя. Расставить разные предметы. Прийти в магазин, совершить шоппинг, потом снова сходить в магазин, снова шоппинг, расставить эти все предметы вокруг себя. И те, у кого, особенно вот у кого эта страсть есть к шоппингу, и особенно вот в тех случаях, когда она достигает каких-то нездоровых, нездоровой меры. Для чего это? Человек чувствует, у него возникает ощущение, что вот он накупил вещей, вот они вокруг него, и вот у него ощущение, меня стало больше. Меня стало больше, понимаете? То есть, это определенная как бы опора, поиск опоры в мире, в жизни. Но это ложная опора, потому что это все материальные объекты. Они временные, и они не приносят постоянного счастья. Вот, допустим, мы купили новый шкаф, поставили в квартиру, сколько можно радоваться новому шкафу, что вот у меня новый шкаф появился. Сколько счастья может принести новый шкаф, или новый холодильник, допустим. Можно порадоваться, ну, в пределах, ну, трех дней, наверное. Ну, может, ну, ладно, хорошо, пусть неделю, ладно, пусть. Для тех, кто сильно радуется. Ну, не так много можно порадоваться. Это искусственное расширение своего эго. Искусственное расширение своего эго. То есть, атехара означает два варианта. Сверху потребление. Атехара означает сверху потребление. То есть, либо в себя много всего, ам-ам-ам, едим, либо вокруг себя много вещей расставляем. Но в обоих случаях, если человек берет себе, использует для себя и вокруг себя больше, чем ему это, ну, реально, объективно нужно для нормальной, гармоничной, здоровой жизни, полноценной, в приоритетом которой является все-таки духовная жизнь. Все-таки духовная жизнь. Она в приоритете. Остальное подчинено. Является ресурсом. Для того, чтобы служить Кришне, это называется югта вайраги. То есть, мы задействуем в служении Кришне то, что имеем. Разные предметы, способности наши и так далее, и так далее. Вот. А это называется... Это обратная вещь. Обратная вещь. Это означает расширить себя, расширить свое эго. А для того, чтобы потом это поддерживать, это сверхпотребление, эту атьяхару, нужно пахать и вкалывать. Вот. Для того, чтобы поддерживать образ жизни высокий. Красивую жизнь, так называемую. Вот. Не, конечно, бывает, что человек по своей судьбе, по своей карме уже это имеет. Уже имеет там хорошую жизнь и все прочие радости. Там, средний класс и выше, чем средний класс. Пожалуйста. Это может быть это по судьбе. Вот. Кстати говоря, те, кто практикуют сознание Кришны и не достигли успеха, окончательного успеха в своей практике, Кришна им объясняет в Бхагавадгите про судьбу неудачливого йога, что те, кто не дошли до конца по этому пути, они в следующей жизни могут родиться в какой-нибудь хорошей состоятельной семье. То есть, в принципе, это, ну, как бы, может быть одной из мотиваций практиковать сознание Кришны. Ну, можно это тоже как-то принять во внимание. В хорошей состоятельной семье, там, где не надо будет бороться за выживание и можно будет просто вот то, что есть, оно уже дано на все готовое родился и просто садишься и повторяешь Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Гораздо же лучше, чем, допустим, бороться за выживание и при этом пытаться внимательно повторять джапу. Сложно внимательно повторять джапу, когда параллельно с этим приходится решать какие-то повседневные, бытовые, сложно разрешаемые вопросы. Вот, то есть, ему дается либо вот такое положение, которое не закончил свою практику, не довел ее до конца, до совершенства, либо он рождается в семье вайшнавов, возвышенных вайшнавов, они его учат, как вот Шрива Парупада или Бахтисиданта Сарасвати такую родился, родились в вайшнавских семьях. В общем, короче говоря, нет потерь на этом пути. Если мы идем по этому пути Бхакти-йоги, то если мы не дошли полностью в этой жизни, в следующей жизни Господь позаботится о том, чтобы у нас были условия продолжить. Вот, но это при условии, если мы, конечно, реально вот хотели, хотели вот это вот практиковать, то, что мы практикуем. Потому что Господь, Он же Парматма, Он же в сердце каждого живого существа, Он знает, кто чего хочет. И вот, исходя из того, кто чего хочет, вот он дальше уже может создать эти необходимые условия, устроить необходимые условия, чтобы человек мог дальше двигаться по этому пути. А если он видит, находясь в сердце живого существа, видит, что человеком овладевает Атехара, то есть желание все больше и больше копить, 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 то дальше почему нет, может поддержать и это желание в сердце живого существа, почему нет. Каждое желание, все разновидности веры, все, чего люди хотят, чему они стремятся, во что они верят. 17-я глава Бхагавадгиты, Кришна говорит, это только благодаря мне, они устойчивы в своей вере, в своих убеждениях. Какими бы они ни были бы эти убеждения, ведущие в ад, ведущие в рай, ведущие в духовный мир, но само по себе живое существо настолько мало и незначительно, что оно не может удерживаться стабильно в той или иной системе своих взглядов, своего мировоззрения, поэтому Кришна позволяет удерживать человеку его сознание в тех взглядах, которые у него есть. Видите, насколько мы от него зависим? Вот так. Мы от него настрой. Ради Атехары человеку приходится трудиться, не покладая рук, это называется прояса. Делая вид, что строго соблюдает правила и предписания, неофит вместе с тем может нарушать регулирующий принцип, это называется неяма граха. То есть третий санскритский термин. Неяма граха тут в зависимости от того, два смысла в этом слове, в зависимости от того, будет ли, я вот выделил одну букву здесь, видите, будет ли вот над этой буквой А стоять эта черточка сверху, которая обозначает что-то долгий звук, или не будет стоять эта черточка. Два слова на санскрите, и одно из них означает человек следует ради следования, то есть у него нет духовной цели, у него нет этого настроя, просто делаю, потому что надо. А другой вариант, это когда он отбрасывает правила, он не следует им в принципе. Вот. Какая связь между Атехарой, Проясой и переход к Неяма Грахе? Связь очень простая, человек уже захватило это желание жить хорошо, красиво, материальной жизнью. Сначала Атехара, это желание, оно в сердце возникает, потом человек подкрепляет это состояние в себе через Проясу, то есть он задействует свои вот эти вот чувства действующие, познающие руки, ноги, голову, занимает всем этим, этой всей деятельностью. И в итоге интерес к сознанию Кришны уже начинает вытесняться, поэтому даже если человек внешне продолжает практиковать, будь то сознание Кришны или какая-нибудь другая религия, так, какая-нибудь религия, уже в этом случае уже начинается, уже происходит просто ритуализм, просто такое ритуалистичное исследование, потому что сознание уже не занято, оно уже не занято сознанием, оно уже отодвинуто, это сознание Кришны, идея практиковать сознание Кришны отодвинута куда-то там на задний план, потому что Атехара и Праяса, потому что а начинается все, казалось бы, с безобидного желания, я хочу повысить стандарт и уровень своей материальной жизни, бытовой стандарт, еще что-то там и так далее, и дальше это все начинает накручиваться как снежный ком, и есть очень хорошая история, которую Шрила Парупада приводит в связи с этим, притча ведическая, в одной из лекций он ее рассказывает, жил-был йог, и все у него было хорошо, он занимался медитацией, и жил себе безоблачно, но вдруг у него в Каупине нижнее белье, если кто не знает, образовалась дырка, и он попытался понять, отчего, откуда вдруг дырка, и он обнаружил, что когда он медитацию совершает, то прибегает мышь, и она ему эту Каупину грызет, и получается дырка, и он думает, что же делать-то, и он советуется с каким-то человеком, этот человек говорит ему, заведи кошку, заведи кошку, она будет мышь гонять, и все у тебя будет хорошо, он завел кошку, потом он приходит к своему другу и говорит, слушай, мне сложно заниматься этой медитацией, потому что я сажусь, а она тут мяукает и просит есть, вот, надо куда-то деться от этой кошки, хорошо, так собаку заведи, она будет кошку гонять, и нормально, потом он снова йог приходит к значит, к своему другу, и говорит, вообще не могу заниматься медитацией, вокруг меня они все бегают, лают, лают, это самое, мяукают и так далее, вот, а не, нет, там собаки не было, там по-другому, там по-другому, не было там никакой собаки, значит, кошка мяукает, этот, этот друг говорит, заведи корову, надо кошку молоком кормить, заведи корову, вот, заведи корову, потом выясняется, что за коровой надо, вообще-то, ну, ее обслуживать, причем это серьезный труд, вот, у нас, к сожалению, есть такие, среди преданных люди, у которых есть такая розово-голубая мечта жить в сельхоз общинах, и они как-то не учитывают, что это тяжелый труд, работать в сельхоз общине, у них просто возникает такая картинка, что мы туда поселимся, и у нас будут просто вот такие экологически чистые продукты, свежий воздух, все будет хорошо, а, как бы, вот этот момент почему-то совсем не учитывают, бывают такие мечтатели, к сожалению, ну, ладно, не будем о них, ну, ну, просто им достаточно просто пожить немножко, в какое-нибудь общение, они все поймут прекрасно, что там, это легко, эти все иллюзии, легко от них можно избавиться, ну, вот, значит, за коровой надо смотреть, и этот йог говорит, слушай, я не могу смотреть за этой коровой, за ней следить, там, кормить ее, и так далее, чесать, это ж, когда я буду медитировать, тогда друг ему говорит, ну, тогда тебе надо это, жену завести, она будет там корову доить тебе, вот, ну, дальше вы уже понимаете, куда все пошло, потом пришлось ему, короче, на работу устраиваться этому йогу, и, и прощай, медитация, ну, я не знаю, может быть, это была какая-нибудь на безличный абсолют медитация, может быть, тогда и ладно, и хорошо, что он с ней закончил, с этой медитацией, смысл заключается в том просто, что у нас могут быть какие-то неудобства в жизни, и, ну, как бы, попытка решить материальную проблему материальными же средствами обычно приводит к усугублению, к усугублению, к усложнению, вот, какие-то неудобства в жизни, имеет смысл просто, ну, потерпеть, я не имею ввиду сейчас конкретно этого йога, и что он должен был терпеть, что его кулупину грызут, это его конкретная ситуация, там уж, пускай он сам разбирается, как ему жить, а сам подход, то есть, если, ну, то есть, вот есть какая-то задача, да, есть какая-то сложность жизни, и надо, прежде чем, ну, какие-то шаги по решению этой проблемы или задачи сделать, надо задуматься, а вот конкретно это решение, да, вот конкретно это решение, а не принесет ли оно побочно какие-нибудь дополнительные проблемы и сложности, потому что, к сожалению, материальный мир, он устроен именно так, что когда какую-нибудь проблему материальную пытаешься материальными средствами решить, то идет усугубление, вот люди, например, они, ну, хотели, как бы, ну, двигаться по планете быстро, и вот появились эти все автомобили, самолеты, много чего еще, но это на экологию влияет достаточно существенно, вот, или, скажем, скажем, вот, пластик, да, пластик, целлофан, полиэтилен и так далее, вроде бы удобно, какие-то одноразовые полиэтиленовые какие-то штуки, вроде бы удобно, а ведь все это потом летит в мировой океан и оскверняет воду в целом по планете, вот, то есть, не каждое решение является полноценным решением, нужно, ну, подумать, а нет ли, нет ли каких-то побочных эффектов, которые заключаются в том, что появится еще больше каких-то проблем, таков материальный мир, так оно вот работает, и поэтому Шрила Парупада в комментарии к этому тексту, второму нектара наставлений, пишет, что, в общем-то, откровенно говоря, человеку достаточно просто участок земли иметь и дойную корову иметь, и все у него хорошо, этого достаточно для полноценной жизни, но я не уверен, что кто-нибудь из нас с вами, выходцев из городских джунглей, да, согласится на то, чтобы жить в какой-нибудь глуши вместе с коровой и просыпаться под ее мычание и не иметь всех тех удобств, которые нам доступны в наших городах, несмотря на то, что экологически, конечно, в городах не так все замечательно, как в деревнях, вот, но, тем не менее, есть все-таки определенная привычка жить именно в этих городских условиях, это привычка, она в уме, вот, я сейчас не к тому, я не призываю всех сельхоз общины, это зависит от природы человека, каждому свое, я просто к тому, что, что стоит, да, между этой идеей, которую Шрива Парупада выдвинул, озвучил в комментарии, кусок земли, участок земли и дойная корова, между этой идеей и нами, которые наверняка не готовы к этому, что идит, находится, ум, ум, находится ум, я не имею ввиду, что его нужно игнорировать, или как-то пытаться его сломать, поломать, переломить, и сказать, нет, все-таки будешь жить на участке земли с дойной коровой, идея не в этом, а идея просто в том, что, как бы, вот, ответ-то, именно, на вопрос, откуда эта Атехара берется, вот эта сверхпотребление берется, оно как раз из ума-то и берется, вот он источник-то, ум, он, это все в уме, вот, и хороший пример переводится, то есть, вот мы, допустим, еду, просад, кушаем, и, в принципе, человек может поесть с тарелки из нержавеющей стали, может поесть с керамики, может поесть с, ну, предположим, поесть с золотой тарелки, но вкус еды от этого не меняется никак, не меняется, или, допустим, спать можно на кровати за 5000 рублей, и на кровати за 5000, или за 5 миллионов долларов, я уверен, наверняка есть такие кровати за 5 миллионов долларов, но, Шрила Парупада совершенно справедливо пишет в книге путешествия в клуб себя, что, откровенно говоря, когда человек спит, он же спит, ему же вообще без разницы, где его тело, он его не осознает, он не осознает, где оно находится, не осознает, там он пишет в этом комментарии, не осознает, допустим, на каком этаже небоскреба находится тело, на 10-м или на 110-м, какая разница, какая, то есть, вот, но ум, он чего-то такого особенного хочет, и, как-то вот, прямо сильно себя по поводу этого осуждать, может быть, ну, не стоит, но, если мы видим, что этот ум, желающий Атьяхары, желающий какого-то повышения стандарта жизни и так далее, если, вот этот момент, это контрольный момент, если он толкает к проясе, то есть, если он, этот ум, говорит, давай мы немножко поменяем наш образ жизни, таким образом, чтобы у тебя на сознание Кришны было поменьше времени и побольше времени на то, чтобы осуществлять эти материальные цели, этот комфорт, то в этот момент ему стоит сказать, ладно, но потом, вот, ладно, но потом. Решение, в чем заключается преданного, вот, кстати, сейчас на счетчике 4 минуты осталось, там, ну, пересоединимся потом, потому что оно может разъединиться раньше, то есть, выход преданного и защита преданного заключается в том, что надо иметь планы на духовную жизнь, то есть, что мы будем делать, какое практическое служение совершать, на какие фестивали ездить, сколько распространить книг, сколько провести харинам и так далее, то есть, нужно действовать на опережение. Его святейшество Шрила Гопал Кришна Махарадж говорит, если не составляешь духовные планы на свою жизнь, то материальная энергия сама составит тебе планы на твою материальную жизнь, оно так и происходит. Вот, и когда у нас есть план именно как занять себя в служении Кришне, то это уже работает как защита, потому что мы заняты, мы уже заняты, и вот это состояние занятости преданным служениям, оно позволяет, когда ум говорит, а давай, пойдем, поедем, допустим, в Бразилию, ну, я ничего против Бразилии не имею, ну, вот, допустим, ум такой говорит, поехали в Бразилию, вот, а зачем? А просто так, ну, то есть, никак не связано, допустим, с преданным служением, просто, я не знаю, на карнавал посмотреть, или погреться под пальмами, там, кажется, пальма есть, да, или что-нибудь еще, какая-то идея в голову пришла, какая-то, которая никак не способствует духовному продвижению, которая больше, вот, от ума, от каких-то предпочтений, вот, что-то такое пришло, то мы говорим уму, да, да, конечно, все будет, но потом, потому что сейчас нет времени на это, сейчас просто нет времени. И, когда человек вот так вот, постоянно и постоянно откладывает, раз за разом, осуществление тех или иных материальных побуждений, то, в принципе, это равносильно отказу от их, от их исполнения, равносильно отказу, если это раз за разом происходит, почему нет, так тоже можно делать. То есть, результат-то все равно один и тот же, результат один и тот же, все равно человек оказывается не вовлеченным в эту материальную, порабощающую его деятельность, оказывается не вовлеченным в нее, и продолжает находиться в огне санкиртаны, в огне преданного служения. Комментарий к этому тексту Нектара, начинается как раз именно с этого постулата, что мы пограничная энергия, мы Татасха-Шакти. И это означает, что мы находимся под воздействием либо духовной энергии, либо материальной энергии, и наша задача выбрать, чье влияние мы примем. То есть, нету такого положения, чтобы быть вот вообще вне влияния всего и вся. вот Кришна, вот Кришна, вот он находится вне влияния. Гун материальной природы, вот этих энергий, он свободен полностью. А мы подчинены, мы Татасха-Шакти, вопрос в том, кому мы подчинимся, то есть, какую энергию мы выберем для подчинения себя ей. Вот. И так, когда ум занят полностью этими материальными планами, то тогда духовная жизнь, даже если она продолжается, она уже приобретает черты такой ритуалистической деятельности. Ум не занят, это уже, это совсем не то, откровенно говоря. Совсем не то, дорогие друзья. Сейчас пересоединимся, скоро разъединится у нас тут все. Будем скоро пересоединяться. Ритуализм, 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 ай-яй-яй-яй-яй. То есть, это не ведет к развитию бахти, это ведет к накоплению благочестия. Вот что, к чему ведет ритуальная, ритуальная, духовная практика. Благочестие, пожалуйста, но это уже не пропали в бахти. Это не пропали в бахти. Этому тексту. Вот. Ну и в Бхагавадгите, мы с вами помним, конечно же, там же есть эта аналогия, о том, что, вот представим себе, есть два человека, они работают на одном и том же заводе, крутят гайки, или там еще что-нибудь, и один из них это делает для Кришны, а другой не для Кришны. А? И результат разный. А внешняя деятельность одна и та же. То есть, вывод какой? Многое определяет, ну, сознание, сознание, с которым совершается деятельность. Деятельность может быть разной. Вот. Поэтому, ну, как бы, соблюдение просто вот этой внешней формы, ритуальной формы, если за этим не стоит сознание, да, с которым это стоит совершать, ну, нету в этом, ну, как бы полноты, полноты вот этого духовного процесса. Поэтому, как вот сделать, чтобы это был не просто ритуализм, а реальная духовная жизнь? Надо совершать процесс шраваном, о котором мы говорили на одном из наших прошлых занятий. То есть, слушать о Кришне, впитывать вот то сознание, в котором находятся наши духовные учителя, разные возвышенные проповедники и так далее, смотреть на них, какое у них отношение к духовной жизни. Вот. В Бхагавадгите, в тексте 2.41, говорится о том, что Вишванатка Чакараварти, такой он в комментарии пишет, и Шрила Парупада это цитирует там же, в комментариях 2.41, что наставления духовного учителя должны стать его жизнью и душой. Должны стать его жизнью и душой. Вот. То есть, речь идет о том, что когда мы принимаем Гуру, речь идет о том, что его роль не в том, не столько в том, и не только в том, чтобы наполнить наш ум, нашу память, какими-то знаниями. знаниями. Там, шлоки, например. Я ничего не имею против шлок, просто оно не ограничивается только шлоками. Шлоки там, вот это то, это так и так далее. Просто. Суть не только в этом, а еще и в том, чтобы нам перенять его сознание, то есть попытаться понять, а что ему, духовному учителю, как представителю Кришны, что ему важно, что не важно, что дорого, что недорого, что нравится, что не нравится. То есть понять, вот как вот он воспринимает миссию Шрила Парупады, миссию Искон, что в общем-то говоря, одно и то же, миссия Искон и миссия Шрила Парупада. Вот. То есть, и тогда, и тогда сознание меняется. И тогда уже можно не на уровне ниямограхи, то есть какого-то формального соблюдения, или несоблюдения, потому что там, ну, потому что мы не поняли, зачем это надо, а именно в настроении, как его представителя Кришны, то есть духовного учителя, порадовать, потому что в этом судьба актийоги. Если он доволен, то тогда и Кришна тоже доволен. Вот. Но при этом, если Праяса с Атьяхарой уже завладели сознанием человека, то он, конечно, садится, слушает эти лекции, но, значит, в него плохо что-то проникает, плохо проникает в человека, потому что уже есть, то есть, вот эти вот идеи в уме, Атьяхарные, вот эти вот идеи, они, как бы, ну, приоритет их, да, приоритет, он оказался выше, выше, чем даже наставление Гуру, понимаете? И вот из-за этого, поэтому очень важно наставление Гуру, наставление представителя Кришны их держать выше, в том числе, выше разных наших, ну, материальных устремлений, планов и так далее. Они важнее, они от представителя Кришны идут, они важнее гораздо, чем все остальное. Вот. Иначе просто потом сложно даже услышать, человек сидит, слушает лекцию или на Даршине сидит, и все равно, вот из-за этих двух вещей, из-за тех аэроспресса, в него плохо попадает то, что звучит о Кришне, о Радхаране, о Гавардхане, о Гавардхане, понимаете? Вот. И человек сидит, его спрашиваешь потом, что-то как? Он говорит, я вообще ничего не понимаю, о чем вы тут говорите, понимаете? А я вообще не понимаю, о чем вы тут говорите? Ну, то есть, как бы, слова понятны, язык русский, грамматика соблюдается в этих фразах, которые звучат, а как бы, не доходит. Вот. Дальше, значит, как из одного другой вытекает. У нас еще осталось Джана Санга и Лаулем. Джана Санга означает нежелательное общение. И, ну, Джана Санга про Джалпа. Ну, это взаимосвязано, потому что сначала отехара, сначала чего-то много всего хочется, потом из-за этого прояса, то есть, сверхусилия. И, конечно же, общество устроено так, что человек, ну, не может, он своих целей самостоятельно, существенно, каких-то нормальных таких целей достичь, самостоятельно. Ему приходится общаться с людьми, с людьми, которым нужно то же самое, которые находятся в таком же состоянии сознания, которым, ну, духовная жизнь неинтересна. А интересно вот это вот отехара, и в результате у них получается вот этот вот пресловутый эффект, ну, знаете, да, это слово популярное сейчас очень, синергии, а, синергии, взаимоусиления, взаимоусиления, то есть, вот это вот, вот этот интерес, он начинает усиливаться, вот, как преданные собираются вместе, начинают говорить, допустим, о практическом преданном служении, о харинами, о распространении книг, или фестиваль какой-нибудь, и, конечно же, энтузиазм растет, усиливается, и решимость точно так же и здесь, то есть, просто достаточно собрать единомышленников вместе, и чтобы они между собой какую-то тему начали обсуждать, это обязательно идет только к усилению, и когда это усиление происходит, тогда у нас шестой пункт называется лаулием, лаулием означает материальная жадность, то есть, или алчность, можно сказать, есть такое хорошее слово алчность, хорошее в том смысле, что яркое слово, алчность, то есть, не просто хочу, да, а вот хочу, 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 не могу, прямо вот, прямо вот, и дальше по кругу, то есть, человек алчит, и дальше новый вот этот виток спирали, и снова Атехара уже на каком-то более высоком витке, и пошел-поехал, вот так оно происходит. Теперь мы давайте посмотрим чего-нибудь еще, чего-нибудь еще почитаем с вами. Вот комментарий к тексту 2.8.21 Здесь говорится о том, как нам принять покровительство лотосных стоп Господа и стать чистыми преданными. Кого интересует эта тема, интересно? Интересует? Вот, очень хорошо, очень хорошо. А вот те, у кого Атехара справится, они ни за что руки не поднимут, они скажут, мы вообще не понимаем, о чем разговор идет. И это не к тому, что те, кто сейчас руки не подняли, у них проблемы, я не об этом, я говорю, что у них вообще не возникнет, для них это просто набор слов, понимаете, да, набор красивых слов, какие-то лотосные стопы Господа, вот, чистые преданные, что к чему, бабки надо заколачивать, скажут они, надо жить реальной жизнью, надо быть, ну, как бы, нормальными людьми, жить в реальной жизни, вот, то есть для них, вот это вот, это какая-то фикция, какая-то фантазия, фантазия, вот, а как, из-за чего у людей вот эти вот темы, связанные с отыскными, стопами Господа, и с чистой преданностью, из-за чего они перестают это воспринимать как фикцию, а потому что они получили саду-сангу, дорогие друзья, саду-санга, саду-санга, сарва-шастра-кой, лава-матра, саду-санга, сарва-сидхи-хой, даже незначительный промежуток времени получения саду-санги позволяет человеку переключиться вот в сторону, в сторону, понимаете, от Атьяхары с проясой, в сторону, то есть отцепиться от влияния вот этой так называемой бахиранга-шакти или материальной энергии, то есть саду, вот когда он говорит, да, слушаем духовных учителей, шрифу-прупаду и так далее, и он своими речами нас, и особенно если мы слушаем внимательно, с верой, вникаем в это все, пытаемся понять, он выводит нас из влияния материальной энергии, хотя бы на тот промежуток времени, пока сидишь на лекции, хотя бы на это время выводит нас за эти пределы, и потом сидишь на даршине и были какие-то вопросы и думаешь, а какие могут быть вопросы, так все хорошо, знакомое состояние, вот это вот оно и есть, вот это оно и есть, то есть вот за счет того, что он соединен с этой энергией Антаранга Шакти, духовной энергии Антаранга Шакти, он распространяет воздействие этого на всех тех, с кем общается, и кто слышит его, кто ему служит и так далее, и то есть это как Гавардхан, дорогие друзья, Кришна поднял Гавардхан на мизинце левой руки, он позволил всем под этот Гавардхан зайти точно так же, и вот духовный учитель, он не только сам защищен от влияния иллюзорной энергии материальной, но он может под этот зонтик пустить тех, кто ему предастся, дорогие друзья, то есть халявы тут нет, тех, кто предастся, тех, кто захочет наставление выполнять, примет его и так далее, и опять же примет его наставление как жизни души, вот тогда, пожалуйста, добро пожаловать под зонтик гуру, понимаете, вот, значит, теперь поговорим о том, что здесь рекомендуется делать в связи с нашей сегодняшней темой, и так, как же нам принять покровительство лотосных стоп Господа и стать его чистыми преданными, чистыми преданными, как же, что же нам делать-то для этого, чтобы сделать это, мы должны последовать примеру Махараджи Парикшита, который задавал вопросы своему духовному учителю Шукадеве Гаслами и узнать у опытного духовного учителя о том, что благоприятствует и что препятствует преданному служению, то есть вот эти два вопроса, они основополагающие, ключевые, один из них мы сегодня разбираем, и вот еще раз, то есть есть книга, очень хорошая книга, «Нектар наставлений», если нету в домашней библиотеке, сходите к Армайнанде Раю Прабу, купите книжечку, она маленькая, она дешевенькая, но ее содержание не переоценишь, она очень хороша. В акте человеческое тело, поэтому не следует потакая прихотием языка есть что-либо помимо растительной пищи и молока. Не рекомендуется, это все теохарь разбирается здесь, в этой части, не рекомендуется также копить деньги для того, чтобы добиться высокого положения в материальном мире. Человек должен зарабатывать себе на жизнь простым и честным трудом, поэтому лучше быть грузчиком, пишет Шрила Парупада, лучше быть грузчиком и честно зарабатывать себе на жизнь, чем хитростью и обманом добиваться высокого положения в обществе. Это закон кармы, то есть высокое положение в обществе штука зыбкая, как мы с вами понимаем, а кармические последствия за нечестные поступки, они как раз наоборот вполне осязаемые и с ними то уж потом придется жить. Если кто-то стал самым богатым человеком в мире честным путем, в этом нет ничего плохого, пишет Шрила Парупада, но не следует поступаться честью ради накопления богатств. Такие действия мешают преданному служению. Нужно также избегать пустой болтовни. Долг преданного снискать расположение Господа, поэтому преданный должен постоянно воспевать Господа и все сотворенное им. Преданный не должен хулить творение Господа и бросать ему вызов, обвиняя в том, что он создал призрачный мир. Этот мир не призрачен, чтобы поддерживать свое существование, мы вынуждены пользоваться многими дарами этого мира. Так можно ли утверждать, что он призрачен? Также нелепо думать, будто у Господа нет формы. Разве можно утратить форму и сохранить при этом разум и сознание прямо и косвенно? Таким образом, преданному необходимо знать многое и знать совершенстве, получив эти знания от подлинного авторитета, каким был Шукадевага. С вами, дорогие друзья, давайте вот этот кусок из комментариев 2.8.21. Запомним, дорогие друзья, запомним, потому что есть же такая тенденция говорить, я никого не имею в виду, но она же есть, у кого-то есть, у кого-то нет, но существует такая тенденция говорить, что ну чего, я же не какой-нибудь там браман или пандит или кто-то еще, просто буду повторять Харе Кришна и делать то, что скажут, а? Просто буду повторять Харе Кришна и делать то, что скажут. Дорогие друзья, это наука, сознание Кришны это наука, надо изучать, как она работает и как это все устроено. Вот цитата из Багава 2.8.21 Преданному необходимо знать многое и знать в совершенстве, получив эти знания от подлинного авторитета, каким был Шукаде Вагасвами. Это вполне нормально, это нормально стремиться к знанию, это хорошая штука на самом деле. Вот, еще один комментарий. Так, что у нас тут есть? Вот, Атьяхара, насчет Атьяхары, тоже вот в комментариях к тексту 7.13.34 есть интересный момент. Здесь перечислены эти шесть вещей неблагоприятных для Бахти, о которых мы говорим. И Шрила Прупада пишет следующее в комментариях 7.13.34 Саньяси может создать свою организацию, но она должна быть предназначена только для проповеди сознания Кришны. Этот кусок из комментария, дорогие друзья, он адресует скорее всего своим индийским духовным братьям, которые, как мы знаем, может быть не все, но какая-то часть из них откровенно завидовала ему, и также ставила под вопрос а мог ли Шрила Прупада имел ли Шрила Прупада право что-то организовывать свое, как может показаться свое, если существует, пусть даже развалившийся, но тем не менее Гаудия Матх, который создан Бахтисидантой Сарасвати Такуром. Здесь в этом комментарии Шрила Прупада пишет о том, как нужно в сознании Кришны следовать принципу ненакопительства, то есть избегать этой самой Атьяхары. Он описывает свой конкретно опыт, как он это, как Ачарья основатель, как он применяет этот подход, то есть как он избегает, ну то есть не избегает Атьяхары, а как он так называемую Юкта Вайрагию применяет, то есть задействует все служение Кришне, это является противоположностью Атьяхары. Саньяси может создать свою организацию, но она должна быть предназначена только для проповеди сознания Кришны. Ему не следует копить деньги для самого себя. Участникам движения сознания Кришны следует вкладывать половину накопившихся денег в издание книг, а оставшуюся половину использовать на другие цели, прежде всего для создания центров сознания Кришны в разных странах мира. Руководители нашего движения должны обращаться с деньгами крайне осторожно, иначе деньги станут причиной скорби, иллюзии, страха, гнева, материальных привязанностей, нищеты и бесполезной тяжелой работы. Какая интересная цитата. Живя один во Вриндаване, я никогда не пытался строить матхи или храмы, я довольствовался теми скромными средствами, что получал от продажи журнала «Обратно к Богу». Мне хватало их на пропитание и на то, чтобы издавать журнал и книги. Приехав за рубеж, я продолжал жить по тому же принципу, но когда от европейцев и американцев ко мне стало поступать много пожертвований, я начал возводить храмы и устанавливать в них божества. Точно так же следует поступать и впредь. Все деньги нужно тратить на Кришну и не копейки, ну, там, конечно, проценты, не про копейки, а про центы идет речь в английском тексте, естественно, и не копейки на чувственные наслаждения. Это принцип философии Багаваты. Тут, конечно, кто-нибудь может возразить, ну, конечно же, это же все то, что он здесь пишет в комментариях 7, 13, 34, это все для Саньяси, Саньяси такие, а мы не такие. Ну, мы-то может быть и не такие, конечно, но вот здесь просто речь идет о том, что ну, это два как бы противоположных подхода, то есть один подход это попытаться свою финансовую сторону своей жизни увязать с Кришной максимально, насколько это удастся, а другой подход, если нам этого не удается, если нам не удается духовных планов построить, то опять повторяю ту же самую мысль, Майя, Майя, Махамайя, начинает строить через ум, это через ум все идет, начинает строить разные материальные планы на нашу жизнь, и все то, что у нас есть, те же самые денежки, денежки куда-то начинают утекать, если мы не запланировали, что они куда-нибудь пойдут на духовную практику или на духовно, ну, так или иначе, на прямое или на косвенное служение Кришне, они начинают куда-то вот, как будто сами собой, вот, то же самое происходит с временем, невосполнимым ресурсом, оно все происходит, Майя, Дай Вехеша, Гуна Майя, 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 Майя Дуратья Я, это божественная энергия Господа, она могущественная очень, что нас может защитить от такого неосознанного и неконтролируемого, неконтролируемой утечки наших ресурсов из жизни, куда-то там, на какие-то приходящие вещи, приходящие через Е, приходящие вещи, что может защитить? Вот этот вот духовный план, духовное планирование. Вот, и так же оно, это самое духовное планирование, оно защищает от Атехары, от Праясы, и оно так же защищает нас от того, чтобы, вот, ну, как я уже говорил, скатываться в этот ритуализм в духовной практике, формальное следование, в то, чтобы из-за того, что ум захвачен этими материальными планами, из-за этого человеку сложно услышать духовное послание от Шрива Парупада, духовного учителя, вот, а начинается все с того, а какой у нас план на жизнь, так, какой у нас план на жизнь, как мы ее планируем, как мы распределяем то, что в нее входит, потому что, видите, вот распорядителем нашей жизни не являемся только мы одни, отдельно взятые, есть Кришна, конечно, которые направляют живых существ, есть Майя, который может планы материальные сконструировать на жизнь любого живого существа, и потом через ум, через ум, эти планы живому существу так привлекательно подать, что оно, живое существо, скажет, о, это именно то, чего я всю жизнь желала, это же именно вот то, чего мне вот надо, я сейчас туда пойду, и, и пошло, живое существо, вот, а потом разочарование, потому что план-то был материальный, это означает, там как-то вот, ну, такого явного присутствия Кришны нету, в этом плане, вот, и, и нектара, вот этого, радости этой, связанной с наличием, с присутствием Господа, там, этого тоже не наблюдается, и вроде бы все есть, вроде бы все ресурсы материальный есть, и материальный успех, и есть те, кто завидуют материальному успеху твоему, а, как бы, а внутри пустота, и, как бы, не трогает, еще раз, сколько человек может радоваться тому, что он купил новый шкаф, или новую кровать, сколько он может этому радоваться, но, конечно, шопинг, это, это, это одна из зависимости, шопоголизм называется, шопоголизм, слово такое, слышали, да, такое, не очень благозвучное, прошу прощения, шопоголизм, то есть, зависимость, такая зависимость, в Америке, конечно, это распространено, и там, в тех местах, где у людей хватает средств, на то, чтобы походить по магазинам, и накупить всякой сячины, для того, чтобы снять стресс, просто вот у них стресс через ум пошел, из-за того, что они неудовлетворились, они неудовлетворены в жизни, потому что нету Кришны, Кришны, и потому что они не повторяют Харе-Кришна, Харе-Кришна, Кришна Кришна, Харе-Харе, Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе, И куда человек идет? В храм Кришны, идет, нет, увы, знания, он не знает, что надо идти в храм Кришны, он уйдет в какой-нибудь гипермаркет и накупает шмотки всякие И потом длится радость пару дней, и потом снова надо тратить деньги, которые могли бы быть использованы в служении кому? Кришне, Господу нашему Верховному. И вот так вот оно по кругу. Именно об этом сегодняшний текст. То есть, сам комментарий к нему начинается именно с того факта, что мы пограничная энергия. Мы сейчас просто пройдемся по комментарию, посмотрим, из чего он состоит. Вот. Комментарий к тексту второму из Нектара Наставлений. Мы пограничная энергия Татастха Шакти, и, соответственно, мы не сами по себе, мы либо под духовной энергией, либо под материальной ходим. И комментарий к этому тексту начинается вот с такой замечательной фразы. Предназначение человека жить просто и мыслить возвышенно. Хорошо звучит, да? Нравится? Жить просто и мыслить возвышенно. Ну, а вот второй текст Нектара Наставлений про то, что неблагоприятно для Бхакти, он как раз именно о том, каким путем надо пойти и каким путем люди, многие люди идут, многие люди идут этим путем, чтобы жизнь становилась все сложнее и сложнее, а мышление все опущеннее и опущеннее. Вот. Вот. Атьяхара, Праяса, Праджалпа, Нияма Граха, Жана Санга, Лаулием. Вот они, вот эти вот состояния, эти переживания. Люди в этом живут, в этом варятся. Вот. Из этого вытекает какой вывод? Такой, что надо проповедовать. Надо проповедовать Харинамы, Food for Life и распространение книг. Потому что иначе люди... То есть сегодня мы с вами поговорили о том, что... Ну, вот она, научная основа того, что люди реально страдают. И как они страдают, и из чего их страдания складываются, и из каких идей они... То есть какие идеи, какие взгляды в голове являются предпосылками для того, чтобы человек... Ну, казалось бы, все есть. Солнце светит, еда есть, ездить, жить, все есть. Нет, вот, все равно страдает человек. Вот. Из-за чего? Из-за духовного голода. Не подошел к нему никто и не сказал, слушай, чего печалишься? Давай говори, Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. Если бы мы были просто материальными телами и жили бы только один раз, нас бы, в принципе, вполне устроили бы эти вещи. Этот шоппинг и шкафы новые и так далее. Но дело-то все в том, что мы не тела материальные еще раз, а мы же души. Вот. А вот душа-то, она как раз нуждается в этой связи с Господом. И те вещи, которые уводят человека в сторону от Господа, отсюда стресс. Вот отсюда стресс возникает. Одна из причин, таких ключевых, корневых причин. Итак, дальше здесь в комментарии говорится, приводится термин Махатма. 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 Не Махатма Ганди, а просто Махатма. Махатма означает «великая душа», буквально, в переводе на русский язык. Маха и Атма. Великая душа. И, соответственно, здесь предлагается другой термин. Дуратма. Дуратма. Или «недалекая душа». Недалекая душа. Маха, Атма и Дуратма. Недалекий человек. Махатма – это тот, кто находится, предпочитает находиться. То есть, это его осознанный и постоянный выбор. Предпочитает находиться под влиянием духовной энергии. Это называется Махатма. И Дуратма – это тот, кто предпочитает или вынужден, из-за того, что он слаб и невежественный такой человек, вынужден находиться под влиянием материальной энергии. И страдать, страдать и еще раз страдать. Вот они, два термина, то есть, сегодня мы с вами узнали много разных санскритских хороших слов, сейчас мы по ним пройдемся, Атехара, вот, то есть, очень рекомендую, вы пишите в тетрадочку, будет книжка, или вот вы можете в интернете найти этот текст, повыписывайте эти слова, пусть они у вас будут. Атехара, сверхпотребление, прояса, сверхусилие, праджалпа, пустая болтовня, на темы не связанные с Кришной, Нияма, Граха, формальное следование или отказ от следования, Джана Санга, мирское общение, Аллаулия, алчность, алчность доматериального, так, вот они такие термины. Потом Антаранга Шакти, Бахиранга Шакти, то есть, духовная энергия Антаранга Шакти и Бахиранга Шакти, материальная, и Татасха Шакти, то есть, пограничная энергия, то есть, это мы, так, потом Дживатма, Дживатма, Дживаатма, ну, живое существо означает. Потом Махатма и Дуратма, еще два термина. Махатма означает великая душа, Дуратма означает недалекий человек или скудоумный человек, скудоумная душа. Махатма так-то под воздействием духовной энергии, а Дуратма под воздействием материальной. Вот, но на этом санскрит не заканчивается, потому что, опять же, видите, тут еще, вот, еще тут, еще три термина, ну, вы их знаете наверняка, про тройственные страдания речь идет, от стихийных бедствий, от других живых существ и от самого себя. Ну, мы об этом, по-моему, говорили на одном, на одной из наших прошлых встреч. Вот. Да. Основная проблема, вот, основная проблема, то есть, корень всех проблем. Их же много всяких проблем. Но, если смотреть в корень, то основная проблема это самсара. Джанамамритю Джаравитхи, рождение, смерть, старость, болезнь. Все остальное это детализация. Все остальное это детализация. И... И Шрила Прупада здесь пишет о том, как действовать, чтобы не порабощаться материальной деятельностью. Он описывает вред Атьяхара, Праяса и всего остального. Вот он тут об этом пишет. Атьяхара не надо брать больше необходимого. Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества. То есть, люди страдают от того, что жадничают. Одни жадничают, те, у кого есть могущество по карме воздействовать на другие свои населения. Одни жадничают, берут себе гораздо больше. Гораздо и гораздо больше, чем могут употребить за всю свою жизнь. И из-за этого происходит социальное рассвоение, дорогие друзья. Шрила Прупада пишет здесь, в этом комментарии, приводит пример. Он пишет про птиц. Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, всклюют несколько зерен и улетят. А человек унесет с собой весь мешок. Он съест столько, сколько вместит его желудок. А остальное оставит про запас. Ну, так-то, конечно, можно с пониманием отнестись к такому поступку человека. Все-таки надо быть практичным. Мешки с рисом на улице не каждый день можно обнаружить. Поэтому аналогия такая. Ну, вы понимаете. Но она все равно хорошая. То есть, человек думает на будущее. Кстати, те из вас, кто изучали в вузах, да, учились в вузах и изучали такой предмет, как психология, то, возможно, вы помните, что когда там разбирается такой психический процесс, как воображение, он называется воображение, то там обычно объясняют, что чем человек отличается от животных. Чем человек отличается от животных. Тем, что у человека есть воображение. То есть, воображение означает предвосхищать события, как-то конструировать, моделировать, что будет в будущем и так далее. А у животного, в том числе и у приматов высших, этой способности нет. Так что, ну, человек, он просто как бы прикидывает, будет мешок с рисом завтра или послезавтра на улице. И прикидывает и думает, а, наверное, все-таки не будет. Поэтому, ну, не знаю, на мой взгляд, все-таки он правильно поступает человек, что он весь мешок с собой забирает. Это хороший, правильный подход. Мне так лично кажется. Вот. Это никакая не критика в адрес Ачария-Основателя. Ну, просто, вот, я как-то так воспринимаю этот. В конце концов, наш Ачарий-Основатель, он же говорил, что практичность наш принцип. Поэтому, ну, почему нет? Нормальная аналогия, хорошая. Тем не менее. Угу. А, так. Так, Атехара, Праяса. Потом, значит, что дальше? Угу. Дальше здесь объясняется. Про Джалпа. В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах. Эти и подобные им пустые занятия также относятся к категории про Джалпы. Раньше, когда у подъездов стояли лавочки, сейчас их что-то упразднили. А вот раньше, я помню, особенно в 90-е годы, были лавочки и слева, и справа, и там сидели люди пожилого возраста. И они как раз именно этим и занимались. Вот. Застали, да, эти времена. Вот. То есть, все что-то им не нравились действия Ельцина и Горбачева. Вот в основном про них они вспоминали. Вот. Про этих двух деятелей. Вот. Конечно, когда человек пожилой, да и вообще в любом возрасте, гораздо полезнее, чем там про Горбачева с Ельциным говорить. Гораздо полезнее повторять. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Харея Рама, Харея Рама, Рама, Рама. Харея. Харея. Люди, к сожалению, этого не знают. Шрила Парупада, ну, однажды увидел, это известная история, она, по-моему, описывается в Прабхупаде Лиламрите. Он увидел, как люди, пожилые, пожилые люди, вышедшие на пенсию, играют в гольф. Играют в гольф. Казалось бы, ну, играют и играют. Но у Шрила Парупады потекла слеза по щеке. И он сказал, они обречены, они обречены эти люди, они обречены. Ну, с точки зрения сознания Кришны, они обречены. Вот. Когда человек в возрасте, ему сложно меняться, это факт. Вот. Шрила Парупада пытался проповедовать людям в возрасте. Ну, те, у которых уже жизнь сложилась, те, которые состоялись. Он пытался таким проповедовать и в Индии, влиятельным людям. И когда он был на Западе, то он, когда жил в этой семье Агарвалов, читали наверняка, то он тоже пытался некоторое время проповедовать людям, которые уже состоялись, у которых уже сформировалось определенное мировоззрение. И, в принципе, мы видим, что эта проповедь сознания Кришны, она очень хорошо работает по отношению к молодежи. Очень хорошо работает по отношению. Она работает по отношению к любой возрастной категории. Мы видим, что есть преданные, которые присоединяются к сознанию Кришны в любом возрасте. Есть люди, которые присоединяются в возрасте 70 или 80 лет. Пожалуйста, в конце концов, это духовный выбор, это влияние антаранга-шакти, о которой мы говорим. Что-то отзывается в человеке в ответ на это духовное послание, и он идет по этому пути, принимает решение начать идти по этому пути, невзирая на то, что ему или ей 74 или 82 или сколько еще. Бывают такие случаи, почему нет. Но, тем не менее, конечно, когда человек помоложе, ему проще это усвоить. И Шрила Прупада именно к такой аудитории и обращался. Хотя, конечно, про джалперов хватает везде. Справедливости ради надо сказать, что и хватает везде. То есть, и тех, и других, ну, и тех, кого интересует духовная жизнь, и не интересует, и хватает. И там, и там. Обречены означают, что, ну, как бы, ну, чем старше человек, тем сложнее меняться. Сложнее не означает невозможно. Если человек будет сильно стараться, он все-таки может, по милости Кришны, и благодаря своим усилиям что-то над собой сделать, спрогрессировать. Если будет стараться. Счетчик у нас, вот, осталась одна минута. Мы пересоединимся скоро. И я постараюсь ответить на ваши вопросы, если они будут. Ну, мы медитируем сейчас, в месяц Картика, на Господа Дамодару, на маму Ишоду, на Маму Ишоду, на Маму Ишоду, на Мату, да, которая связывала Кришну. И там есть эта медитация на то, что, когда, на то, что достижение нами духовных целей зависит от двух факторов, от милости, от наших усилий, от милости Кришны. Здесь то же самое. То есть у человека могут быть какие-то куча дурных привычек, или возраст, или что угодно, или здоровье, но если человек прилагает усилия, Господь ему обязательно поможет. Именно на этом мы медитируем, вот этот месяц чудесный, который заканчивается уже, к сожалению, но ничего, он снова будет в следующем году. Снова попоем Дамодараштаку и Фитилипа предлагаем. Джана Санга означает общение с людьми, которым неинтересно, неинтересно сознание Кришны. Духовное общение, предлагаемое нашим движением Искон, ширится день ото дня. Множество людей в разных уголках Земли присоединяются к нашему обществу. Так. Хорошо. Так, Джана Санга. Общение с людьми, которым неинтересно сознание Кришны. Есть разные сообщества, люди общаются на разные темы. Искон для того, чтобы общаться о Кришне. Так, 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 вот мы вот так вот просто его листаем, 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 листаем комментарии, в надежде на то, что вы его почитаете дома. Так. И. Вот. Вот, вот давайте, давайте вот это вот выделим. Отметьте себе, пожалуйста, в ваших записях, если вы их ведете, что есть связь, ее можно проследить, связь между вторым текстом Нектара Наставлений, который мы сейчас читаем, и первой мантрой Шри и Шапанишат. Первая мантра Шри и Шапанишат, в которой говорится о том, что все принадлежит Богу, и не надо брать больше необходимого, надо брать в пределах выделенной доли, выделенной доли. То есть, в этом смысле, первая мантра Шри и Шапанишат, и второй текст Нектара Наставлений пересекаются. Здесь есть очевидное пересечение. То есть, что такое богоцентризм? Здесь вот эти все шесть вещей, которые для Бхакти неблагоприятны, они перечислены в самом тексте, в комментарии, и в конце концов Шрила Парупада нас подводит к тому, что решение всего этого или антитеза всему этому – это богоцентричный подход к жизни. Прочту то, что выделено, и на этом закончим. Преданным Кришне хорошо известно, что в основе материального мира лежит совершенный план Господа, согласно которому каждое живое существо может удовлетворять свои жизненные потребности, не посекая на жизнь или права других существ. Это совершенное устройство мира позволяет каждому, в соответствии с его истинными потребностями, получать причитающуюся ему долю материальных благ, и таким образом все люди могут жить в согласии, если будут руководствоваться принципом «жить просто и мыслить возвышенно». То есть это важный принцип, которого стоит держаться, не потому что кто-то нам чего-то запретил, а потому что если человек вдруг ненароком решил, что он будет не просто жить, а как-то вот, ну, как-то, как это сказать, вычурно, со вкусом, еще что-то, на это все уходит время на поддержание этого статуса, на этого положения и так далее. Туда уходят ресурсы, туда уходят средства, силы, все то, что можно было бы занять в служении Кришне. То есть это не чей-то запрет, так, то есть этот призыв к простому образу жизни и к возвышенному мышлению, это не чей-то запрет, а это осознанная необходимость того человека, который принимает решение, что я хочу практиковать сознание Кришны серьезно, я хочу отнестись к этому серьезно. И наши духовные учителя, они тоже вот этот принцип в своих лекциях выделяют, они говорят про сознание Кришны, take it seriously, то есть примите это всерьез, отнеситесь к этому серьезно. И отнестись серьезно означает начать именно вот с этого, что вот у нас есть определенные жизненные потребности, они должны быть закрыты и безусловно. Но в то же время есть ум, и уму, конечно, постоянно чего-нибудь хочется. И дальше два варианта, вот такая вот развилка и два варианта. Один вариант, это Атехара, с которой все начинается, то есть сверхпотребление, человек начинает расставлять вокруг себя разные предметы, которые, как ему кажется, добавляют полноты в его ущербную жизнь, ущербную, без Кришны она ущербная. Вот, он расставляет их вокруг себя, особенно если ему карма позволяет много чего иметь. А в материальном мире, если она позволяет человеку много чего-то иметь, это означает много чего-то иметь за счет других, за счет других, дорогие друзья. И это означает, что чьи-то интересующие млины, это означает, жадность одних приводит к страданиям других, это означает векарма, это означает угрокарма, это означает будут последствия, это означает ай-яй-яй. Поэтому вот, для чего вот этот вот принцип, да, простой жизни, возвышенного мышления? Одно соображение, для того, чтобы всерьез принять сознание Кришны, всерьез его принять, а другое, для того, чтобы не накручивать карму, которая усугубит. И без того, ну, скажем так, неспокойное, да, сейчас можем сказать точно, неспокойное бытие, неспокойную жизнь в материальной мире, она и так не очень такая спокойная, а можно же и это все усугубить. Вот, и здесь предлагается вариант, что вместо того, чтобы Атехара, Атехарой заниматься, с которой потом дальше идет этот переход к проясе, к праджалпе и всему прочему, вместо этого, вот, надо попытаться принять, попытаться научиться тому, чтобы закрывать свои жизненные потребности базово, но при этом они закрыты потребностей, при этом у тебя в жизни, пусть даже без изысков она жизнь, но она зато с Кришной. А присутствие Кришны в жизни, оно настолько делает ее полноценной и наполненной, вот, что, ну, даже самым успешным Атехаре, Атехаре, то есть это личности, которые Атехарой занимаются, даже самым успешным и активным Атехаре, такая полнота внутренняя, она и не снилась, вот. Но она не снилась в том случае, если мы говорим о том, что сознание Кришны принято всерьез и о том, что благодаря этой практике накапливается, ну, полноценный живой духовный опыт. Вот, то есть мы пытаемся это сокровище, это богатство стяжать, как говорится, не на земле, а на небе, к этому призывает нас наш сегодняшний текст, второй текст Нектара Наставлений. В конце концов, то, что на небе сокровище, оно имеет вечную природу, в отличие от сокровищ местного значения, вот. И мы с вами разобрали шесть вещей неблагоприятных для Бхакти, что все начинается с Атехары и как оно потом развивается. Мы сейчас это все разобрали достаточно базово, а так вообще, конечно, есть лекции по курсу Бхактишастри разных возвышенных лекторов, и это все можно тоже на Ютюбе смотреть, слушать, и как бы, ну, это очень благотворно будет на нас, на всех влиять, если мы этим будем проникаться. Харе Кришна, есть ли у вас какие-нибудь вопросы или мысли? Харе Кришна, а можно вопрос, точнее, пока я, это, Харе Кришна, пока вам вопрос это думала, вы уже половину, в принципе, ответили. Давайте я отвечу другую половину тогда. Ну, нет, ну, в принципе, вот я просто Атехара, это желание вот копить, особенно вот для семейных людей, ну, так скажем, не очень правильно жить одним днем как-то. И вот такая, как раз думала, вы вот так и сказали, что практичность, это, в принципе, дело такое нужное, да? Да. Где бы тут еще, ну, грань какую-то определить между практичностью, которая, действительно, практичность? Да. Или практичность накопления, жадность вот такая появляется, где и как ее вот, ну, остановить? Потому что, ну, мне кажется, я, наверное, вот так частично подвешена вот этому. Хорошо, ладно. У нас есть хорошая книга, значит, так, а вы не помните, я уже пообещал что-то в наш чат сбросить, да? Вы не помните, что я пообещал? Значит, я вот хочу сейчас эту книгу пообещать, а до этого я еще что-то успел пообещать вам. Вы не помните случайно? Тоже что-то, ну, нет, надо вернуться в начало лекции. Да, 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 вот видите, Калиюга на дворе, память плохая. Значит, да, надо вспоминать, что же... А, Бактилоку я вам обещал книгу, эту, Бактилоку, Бактинода Такура, где второй и третий текст «Нектар и наставления» разобраны подробно. Вот, вспомнил. Так вот, у Бактинода Такура есть еще одна книга, она как раз вот по теме, которую вы затронули. То есть, она называется, я ее тоже сброшу, она называется «Шри Чайтания Шикшамрита». Вот, спешите куда-нибудь. А можете не записывать, я сброшу, там увидите в чате. Ну да, ну, если ведете конспекты, можете записать. «Шри Чайтания Шикшамрита». И там разбирается как раз именно вот, как практиковать Бакти, и разбирается в том числе с точки зрения, как Бакти практикуют так называемые «вайраги», «вайраги», то есть те, кто живут в отреченном укладе. И к ним один подход. Вот, и в идеале, ну, этот идеал, конечно, в нынешних условиях тоже, как бы, он... его адаптируют под реалии. То есть, все-таки от реальности отрываться не стоит. Но он предполагает, конечно, более гораздо простой и трансцендентный образ жизни, чем у семейных людей. И что касается семейных людей, то там действительно есть такое место, где говорится о том, что да, действительно нужно, ну, планировать, нужно иметь ресурсы и так далее, это все можно там найти. То есть, подходы отличаются в зависимости от того, то есть, и в обоих случаях речь идет о практике Бакти, но в зависимости от того, в каком именно укладе находится человек, в зависимости от этого, подход к осуществлению этой практики может отличаться. Вот. Да, а насчет, значит, накопительства, ну, как, есть сейчас очень популярное направление. Вы можете загуглить его в интернете. Оно называется минимализм. Минимализм. То есть, сейчас даже людей призывают к тому, что учитесь обходиться минимумом вещей. Это как бы дает... Почему людям нравится эта идея? Потому что, когда у них нет ни одной лишней вещи, вообще ни одной, то есть, каждая вещь, она имеет определенный функционал. То есть, она предназначена для того, чтобы выполнить определенную функцию. То есть, нету просто какой-то статуэтки, кошка-статуэтка стоит, допустим, вот она стоит и стоит на полке, и что толку с ней? Или, допустим, еще много всяких других вещей. Вот. А наоборот, каждая... То есть, с вещами как? Вещи – это материальная энергия. Поэтому тут два варианта. Либо вещи служат нам, а для того, чтобы вещи служили нам, надо, чтобы у нас были именно те вещи, которые нам нужны. То есть, чтобы у каждой вещи был свой функционал, чтобы мы, значит, знали, что для чего нам надо. Либо, если не вещи служат нам, тогда мы служим вещам, и нам нужно их всех обслуживать, все эти вещи. Точнее, конечно же, даже если человек обходится необходимыми вещами, то все равно ему нужно эти вещи обслуживать. Например, если это автотранспорт, то, конечно, нужно его обслуживать. Все нужно обслуживать. Но, да, поэтому там даются разные советы. Там, допустим, такой совет дается, что вот у вас есть вещи, посмотрите. Может быть, у вас там есть вещи, которыми вы не пользуетесь уже больше полугода. Или там есть какие-то книги, которые вы не открывали несколько лет. Избавьтесь от них. Кому-нибудь отдайте в библиотеку или там подарите и так далее. Вот. Ну, вот такого рода рекомендации. И тогда, естественным образом, человек, он будет склонен, если он реально идет на такой отсев в своей жизни, всего лишнего. И что это дает? То есть какой вкус это дает человеку? Это не про вкус бахти даже. Это про определенный материальный вкус, но он тоже хороший. Когда у человека есть ясность сознания. Потому что когда у человека, наоборот, есть куча всяких вещей в доме, которые просто стоят, то сознание, оно как-то вот распределяется на них. И оно ими просто вот занято. В конце концов, они мои, эти все вещи. Но улавливайте, да? То есть такое как бы рабство по отношению к вещам тонкое, на тонком плане. Но оно все равно имеет место быть. Бхактиан Анта Кришна Махарадж тоже вот он эту тему в своих лекциях, я помню, одно время подчеркивал, что очень здорово, когда, допустим, у семейных людей, там, допустим, мебели по минимуму. И благодаря тому, что ее по минимуму можно везде полы протирать, и везде у них все чисто, и везде порядок. Это гораздо лучше, чем какой-нибудь старый чехословацкий этот самый шкаф. Там фарфор какой-нибудь еще с тех же времен, гжель с хохломой и ковер на стене. Помните, такие были? Вот, ковры. Вот, для теплоизоляции. Функционал-то какой был? Для теплоизоляции в основном. Вот, куча всяких вещей. И еще они к тому же, если они старые, если вещь старая, она означает влияние тамоса. Если вещь старая, это влияние тамоса. В результате сознание распределяется на эти вещи, и оно становится на тонком уровне, оно становится несколько тамосичным. Просто потому что человек там живет, в этом обстановке определенной, со старыми и большим количеством ненужных вещей. И это его несколько стягивает и приопускает. Но для того, чтобы человек понял, что он как бы приопущен за счет этого, надо, чтобы, ну то есть все познается в сравнении, надо ему пожить как бы в каких-то более минималистических условиях, и тогда он почувствует, что как бы, да, действительно, есть такое влияние. А дальше зависит от человека. То есть в 90-е годы вообще люди диваны в окна выкидывали. В таком они в экстазе пребывали. Ну то есть, ну не все, конечно. Я имею в виду преданных, конечно. Преданных из этих 90-х. Было такое, что мебель летела в окна. Я не к тому, что это сейчас надо делать. Это, конечно, определенный фанатизм. Вот. Но люди предвосхищали эту свободу, что вот сейчас будет свобода у меня в сознании за счет того, что лишних вещей не будет. Но, конечно, совершенство духовной жизни не достигается только благодаря выкидыванию дивана из окна. В сердце еще много всего есть. Всяких тонких вещей, множество всего. Еще всего того, что предстоит нам увидеть, и осмыслить, и поменять. И самое главное, чистящее средство. У нас это повторение. Харе Кришна, Харе Кришна, Хришна, Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну то есть, вот тезис такой. То есть, есть вещи. У каждой вещи свой функционал. Вот. Но кому-то, какому-нибудь человеку, у кого нет такой акцентуации в сторону педантизма вот этого вот, ему будет сложно принять такой подход к жизни. Но он хороший. Он хороший подход. Вот. То есть, расхламление время от времени проводить бывает полезно. Не обязательно все нести на свалку. Можно дарить друзьям. Вот. Ну, не по принципу, что, как бы, не по принципу, что мне надо от этого избавиться, а по принципу, что если действительно есть вещь, которая не нужна, и при этом она может кому-то, ну, реально послужить, пригодиться, то почему бы и не отдать кому-нибудь. А потом, если человек какое-то время практикует этот подход, то он, когда в магазин идет, он уже думает, прежде чем что-нибудь купить, а не получится ли так, что мне потом все равно придется от этой вещи избавляться. То есть, не получится ли так. И человек тогда уже начинает думать, что ему брать, и что ему не брать. Вот. Ну, опять же, это определенное тонкое удовлетворение человек испытывает, когда у него появляются какие-то новые вещи в доме. Я говорю, что смысл этого комментария, который мы прочитали и текста, не в том, чтобы новых вещей вообще не было, а смысл в том, что как бы очень хорошо, когда человеку удается из практики сознания Кришны извлекать больше радости, счастья, удовлетворения смысла жизненного, нежели чем из шоппинга или из каких-то бытовых вещей. Вот. Но, конечно, бытовой уют тоже нужен, особенно если дживатма находится в женском теле. Вот. Хотя и в любом теле это полезно. Определенная доля уюта необходима. Вот. Смысл в том, чтобы оно как бы не обволакивало обилие каких-то вот ненужных, старых, нефункциональных и прочих вещей. Вот. Вот как-то так. Ну да, спасибо. Я вот как раз вот этим летом в отпуске была, и вот расхламилась хорошенько. Ну да, я понимаю, конечно, расхламилась, повыкидывала очень прям много. Мне вот прямо понравилось это все. Здорово. Да, бывает так иногда. Вот выкинешь, и потом она нужна. Это еще казалось. Ну так, скажем так, но она не сильно, конечно, нужна, но это очень важно. Я не к этому. Ну просто, я так думаю, что вот просто вот эти вот грань, наверное, вот эта, может быть, когда вот эти сверхусилия прилагаешь для того, чтобы что-то поиметь, тогда вот это уже точно лишнее, наверное. Когда сверхусилия прилагаешь. А когда вот оно само так приходит, может, это и ничего? Ну, сверхусилия, они не сами по себе плохие или хороши, а в том смысле они, ну, как бы вредны, когда это плохо влияет на духовную жизнь. Вот. То есть в самих сверхусилиях. Вы знаете, ведь у каждого же в жизни бывают периоды, когда ему приходится в сфере своей повседневной, материальной жизни приложить какие-то сверхусилия. Например, родился ребенок, и им нужно заниматься, и какой внимательный джапи, откровенно говоря, может идти речь в течение определенного временного периода, пока ребенок совсем маленький. Или там, ну, я не знаю, что-нибудь по работе. Нужно что-то, ну, ну, мы не против, мы же не против карьерного роста, например. Ну, опять же, без фанатизма, но вот какого-то карьерного роста там тоже могут быть, могут требоваться какие-то усилия. Вот. Одно дело, если они краткосрочные, допустим, или мы знаем конкретные, ну, рамки, то есть знаем, какую цену нужно заплатить. Но когда это становится образом жизни, понимаете? Когда прояса становится образом жизни, беготня, вот это раджасичное за счастьем, которое не сегодня, оно когда-то в будущем. это становится образом жизни. Вот это очень пагубная вещь для духовной жизни. Вот. Все, спасибо. Харе Кришна, есть ли еще какие-нибудь вопросы или мысли? Харе Кришна, ну, мысли есть. Не знаю, насчет вопросов тут как. Хорошо, давайте. Начну сначала нашей лекции, когда вы говорили о том, что люди проходят обучение в различных абхактишастриях, несмотря на то, что людям вроде как еще и инициации нет. Я хотела сказать о том, что для чего вообще учиться, хотя бы для того, что вот тогда из моих знакомых, преданных, она пошла на бхактишастри, и просто для обучения, а обрела духовный учител. То есть сейчас она получила пранаманту, и все шкаф, все нектарно, она счастлива, она счастлива. То есть вот хотя бы ради этого, и не то, что хотя бы ради этого, по-моему, это великий-великий подарок. А что касается нашей лекции по поводу того, что вы сейчас говорили, вот чем больше я вас слушала, вот вся лекция прошла, у меня под мыслью того, что вот без милости Господа, вот сначала милость, а потом вот все остальное. Потому что, ну, это вот лично мое ощущение такое, потому что, ведь сколько людей по милости, как говорится, без этой милости, или опять же по милости Господа, не видят Господа в упор. Вот, например, если говорить, а что, кто привлекся, кто не привлекся, что касается возраста, вы знаете, я вспоминаю, какая я была в молодости, вы знаете, мне бы четыре регулирующих принципа было бы очень сложно соблюдать. Вот очень, потому что страсти захлёстывали. А вот сейчас, скажем так, в среднем возрасте, и причем Господь так развернул мою жизнь, что действительно вроде как было бы счастье, да несчастье помогло. И уже смотришь на некоторые вещи, которые, скажем так, скажем так, жесткая милость такая, а вот без этой жесткой милости может быть и вот того, что сейчас со мной происходит бы не было. Что касается этих ар, вот этого сверхпотребления, вы знаете, я, как у меня мужчина, мы все время смеялся, мышь бардачная. Вот, потому что, вот это вот спасибо, вот каждая вещь действительно должна нести функционал. У меня очень много было вещей, которые, скажем так, вот просто, либо декор, что называется, причем совершенно не стильно, либо просто авось пригодится. и я согласна с матушкой Натальей, что вот эту вещь либо отдала, либо сколько одежды, сколько вот вещей отдал, но ведь дело в том, что когда мы отдаем, мы отдаем свое, а когда все около нас, оно чужое. Так вот, отдал вроде как хорошо. И спасибо вам сегодня вот за это. Я все время, для меня это вот было, ну, планы на духовную жизнь, как-то планы на материальную жизнь. Мы строила. Да, вот это первое, второе, третье и компот. А вот планы на духовную жизнь, вроде как есть цель, но не сказать, что вот она есть, вот великая цель, вот о которой, если нам все время говорили, поставь великую цель, иди. Ну и средством и способом является предное служение. А вот планы оказываются на духовную жизнь, а в принципе действительно вот что-то, какие-то шаги можно планировать, это вот это замечательно, это спасибо. Вот. И единственное, если вот говорить о вопросе, а как вот совместить вот этот вот долг, скажем так, с жены, и в то же время, так, говорится, не погружаться. Я и поговорить должна на те темы, которые, может быть, мне не нужны. я и приготовить не нужна. То, что может быть, вы знаете, сегодня дошла до меня такая спекуляция. Когда я подхожу и спрашиваю, любимый, что тебе приготовить? Я подумала, а почему ты не просишь Господа, попросить любимого, что, Господь, что я все должна приготовить? Скажите, Ему я приготовлю. Я понимаю, что это спекуляция. Я знаю, что он мне скажет, но я хотя бы как-то это, Господь, свою жизнь пытаюсь привести. И опять же возвращаясь к тому, что вот без милости Господа, без того, что вы говорили про то, что говорил Шиапаупады, 99 пациентов, Гори, Кришна, Гори, Кришна, Кришна, Хори, Гори. Понимаете? Чем больше ты повторяешь, чем больше ты углубляешься в отношения с преданными, в отношения с Шиапаупадой, слушая старших преданных, слушая, спасибо вам огромное, потому что ваши лекции, вот они в течение недели, они, ой, я это слышала, ай, это Мармадамад, он же праву говорит. Вы знаете, вот оно вытягивает, оно вытягивает от этого барахлизма, от этого желания ходить по магазинам, получать удовлетворение от того, от чего раньше получала удовлетворение. И вот опять же возвращусь, в молодости, я не знаю, меня же звали в сознании Кришна, мне было 24 года. А кто звал? А вот пришел праву, принес Пхагавадгиту еще ту, которая вся в красном. Понимаете, пришел праву, я не знаю, кто из праву, но они же все же для меня одинаковые были. Мне было 24 года. Это в начале 90-х было, видимо, да? Или когда? Так вот в том-то иди... Да, это был где-то в районе 95-го, 94-го, 95-го года. То есть, понимаете, я могла была тогда, но я не пошла. Так. А мила замедленного действия осталась, и прошло 20 лет. Представляете? И я прихожу, простите меня, что я так долго, без милости ничего не будет. А вот теперь усилие, теперь усилие, теперь усилие, теперь усилие. Я правильно понимаю? Ну да, и так можно сказать, и с другой стороны, ну, с другой стороны, объясняю также, что милость, она в ответ на усилие. Вот, вот Ишо Дамата, она пыталась Кришну связать, пыталась, пыталась, потела, потела, а потом он разрешил, ну, то есть, согласился, чтобы она его связала. То есть, там усилия предшествовали. Ну, так или иначе, важно, чтобы, конечно, было и то, и другое, да. Мне кажется, Ишо Дамата сначала получила огромную милость, а потом дали ей возможность... Ну да, то, что она вообще стала Ишо Даматой, в этом смысле, да, это да, это, конечно. Поэтому, мы такие счастливые все, и спасибо, Харе Кришна, и спасибо, что вы у нас есть, Харе Кришна, простите меня за мой короткий монолог. Харе Кришна, Харе Рама, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы или мысли? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Ну, нету, я так понял, да? Хорошо, раз нету, тогда давайте на этом закончим. В следующий понедельник мы будем разбирать третий текст из Нектара Наставлений, в котором перечислено все то, что наоборот благоприятно для практики Бхакти. Принесем свои почтительные поклоны всем преданным слугам Господа, которые полны сострадания к падшим обусловленным душам, и подобно деревьям желаний способны выполнить желания каждого. Спасибо за внимание.